вот и как-то один тренинг проходил я его убрал у тебя получается онлайн до с тех времен я знаю на живое мне как-то не получалось попасть все до сих пор но если тебе в этом году но есть возможность попасть на онлайн и есть какая-то самая мотивация ну хоть так ну да я как бы стараюсь и какие-то возможности вот все стараюсь в общем использовать и вот как раз таки в одном из этих тренингов ты как раз таки говорил про программу рода и я задумался об этом сильно получается так ты достигаешь какой-то точки и вроде бы думать ну вот этот комфорт какого-то ты понимаешь что вроде бы вот все круто именно так как я и хотел но не чувствуешь внутри и чувствуешь как будто тебя осуждают именно с точки зрения ты как раз таки рассказал про программу вот эту роду я подумал нет а ты тоже конкретно прямо на примере чего-то более конкретно ты бишь у меня чем получилось но я не получил от этого радость ну например в плане финансов да я например за какой-то промежуток времени заработал какую-то сумму большую для меня которая была целью когда ну который я никогда не зарабатывал вот и вроде бы как бы это круто с одной стороны но с другой стороны тебя все равно как будто осуждают вот именно с точки нет как будто осуждают голоса в твоей голове что нет нет прям как есть смотри давай так ты хоть немножко порадовался хотя бы несколько минут тому что заработал не минут а это было даже месяц о супер смотри супер а ты предполагал что ты теперь будешь всю жизнь ходить и вот так вот улыбаться правильно я понимаю это к вопросу о том что иногда люди себе наговаривают какие-то программы родпуск человек такое существо что он вечно как бы не особо всем доволен ну то есть какое-то время он доволен потом ему начинает хотеться чего-то еще потом еще поэтому то что это я так пока на минутку тебя перебью то что ты порадовался этой сумме месяц а потом как бы перестал ей радоваться да это абсолютно нормальная история вот когда этот месяц прошел я уже начал задумываться мне от родителей начали город но сначала естественно все были типа вода круто круто а потом как-то я сам расслабился ну как-то это думаю ну все тип я уже сделал то что хотел дальше уже не надо вот и начинается вот это страны там например предков типа ой да в итоге все равно все так же и будет то есть все твои вот эти результаты они все это временно все это хрень и тебе как-то что-то делается делать вообще мотивация пропадает правильно мы поняли что тебе не нравится что на тебя давит плане того что вместо того чтобы подбодрить тебя наоборот как бы твои достижения принижаются правильно да 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 а ты думаешь вообще почему так происходит ну блин это же от родителей ты говоришь ну да как бы слеплевые там люди какие-то были на будущее как бы ну это твое дело просто говоришь предки ну как по мне это не очень уважительно отзываться так о своих родителях но ты все-таки не совсем маленький чтобы это молодежь там какая-то 14-летняя да еще которую в голове пусто могут так выражаться я считаю что о родителях так выражаться вообще нельзя но это как бы мое мнение ты услышал хочешь как хочешь так и делаешь это первое а ты задумывался почему они так делают это получается что они настолько не любят получается так ну я думаю может ну я естественно в себе сначала проблемы искал то есть может быть я вот действительно как-то постоянно но не дотягиваю до каких-то чтоб ожиданий правда зачем тебе дотягивать до чьих-то ожиданий сейчас тигр закончишь просто момент какой то что ты говоришь они после этого вроде порадовались а потом стали тебе выговаривать такие вещи ну ты вроде как неудачный или как там писал ну да 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 а ты не думаешь что может быть конечно это крайне такой корявый но какой-то как они думают метод чтобы заставить тебя опять что-нибудь чтоб ты зашевелился да и да вот именно я думал об этом как раз таки потому что они мне сами так и говорили быть потому что ты сам как бы порадовался а потом ты сам начал транслировать то чтобы ничего типа ну вот я получила дальше то есть ты сам начал как бы озвучивать что ты перестал этому радоваться и там грустить и они как бы на этой же волне сначала порадовались вместе с тобой потом когда увидели что ты задрочился они таки тоже начали вот так себя вести это вторая версия ты считаешь тигранство они могли так его подбодрить да может но тогда такая вещь что ты уверен в том что действительно но это твои родители как бы очень хотели бы чтобы у тебя все было хорошо да уверен ты в этом на сто процентов уверен да ну на 99 соответственно исходя из этого где логика ну да ну возможно они просто не совсем скажем так конструктивным способом ну да я говорю в меня корявый способ может тебя замотивировать но смотри вопрос-то у тебя в чем если прямо от общего к частному вот если твой вопрос в одно-два предложения запихнуть как он будет выглядеть что типа родители тебя демотивируют что ли то есть чё с этим делать или чё да 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 ты живешь или что ну вообще нет пока что но на выходные вот приехал в отпуске а где-то живешь ну то есть отдельно от них снимаешь да вообще аренда то есть смотри как бы если тебя где-то демотивируют то есть можно туда просто перестать ездить можно перестать им об этом рассказывать и говорить что все круто вот можно поговорить с ними о том что ребят я вас очень люблю как бы так как бы я все сам добьюсь то есть но меня это как бы наоборот расстраивает когда вы меня не верите мне хочешь бы мне там поверили просто в чем проблема сейчас в чем твой вопрос вот я не знаю как это сказать я прям даже не могу ну как ты им об этом сказать мне кажется как будто на меня опять какой у тебя вопрос сейчас сюда попал с каким вопросом еще раз ну вот как раз таки что делаете то что это тебя демотивирует демотивирует но смотри начать внимание получается или чё но дело не то что как бы веришь они именно такими словами тебе говорю прям можешь процитировать как они тебе говорят может просто и воспринял это так да хотя бы примерно примерно я сейчас даже не вспомню так если бы мне было что-то неприятно я очень долго это помню ну то есть как бы любой человек может вспомнить слова которые мы были неприятным плюс минус может на самом деле ну якобы ну вот например вот так типа как твой отец вот это я писал у меня у отца там проблемы были тысяч по молодости он там ну дурачка включал я с ним поэтому не общаюсь в принципе с отцом и вообще не общаюсь я вот услышал то что ты говорил про программу рода я думаю может все таки стоит там спустя там долгое время пообщаться как-то может это что-то даст именно психологическое какое-то мы сейчас куда-то уходим то есть варю у тебя мама с папой дасты живут нет ну вот я сейчас понял что типа они живут один кто из них тебе говорит вот эти вещи которые те мотивируют ну мама вот то есть тебе хотелось бы больше поддержки от неё да а в целом быстрее нормально общаетесь только вот в этом вопросе не очень устраивает в целом но в целом да нормально смотри вот сейчас я две секунды то есть есть как бы такая вопрос такой полу мифический потому что программа рода кто-то слушает думать да да я вот верю слушать думать чего ебанулись тут что ли все втроем поэтому программа рода такой знаешь как сказать в это надо верить что ты съездишь там тигран ушел игорь вдвоем это надо верить потому что типа надо сильно верить что что я сейчас поговорю с папой его жена там простить принять и все в жизни начнет меняться в принципе я в это верю так оно и есть но это такой очень небыстрый процесс сейчас просто как я услышал есть проблема гораздо более там прозаичная и приземленная то есть тебе не хватает поддержки от матери во первых ты в принципе взрослый человек и я бы на твоем месте искал поддержку где-то где угодно но только не от мамы потому что все уже как бы ты взрослый силе куда-то там женщину себе на девушку там друзей как кстати на них это тоже отражает смотри час не перебивай пока я не забыл но если проблема есть одна из проблем это там нехватка поддержки мамы просто с ней нужно поговорить это должен быть конструктивный диалог без обвинений где ты говоришь о себе а не о ней какая она мне не хватает мне неприятно мне больно я бы очень хотел то есть ну как мама привет там давай поговорим все в живую сели поговорили не знаю может быть позови куда-то в кафе ху там не знаю ей будет приятно мне кажется если ты как бы сводишь ее в рейсик там это же приятно писаешь сын там взял меня отвел в ресторан вот и там как-то так с очень большой любовью тоже к маме я очень люблю ты когда-нибудь маме говорю что я любишь а у меня была проблема с этим так часто не долгое время короче и у многих мужчин с этим есть проблема мне кстати красочкин рассказывал такую историю когда он уже прям ну будучи взрослым там 30 с чем-то дядькой и он как я типа понял что я хочу позвонить маме и сказать что я ее люблю а мы понимаешь вы все как-то воспитывались особенно вот наше поколение то есть там как бы не неприлично было показывать свои чувства и эмоции то есть тебя сразу понимают как какого-то тюфика да особенно у пацанов там по мне могу сказать такая же я даже не вспомнил что я когда-то своей маме ну вот да сейчас это важный момент что ты просто как бы хотелось бы сейчас например или нет вот вопрос не то что нет ну это и так настолько понятно ну как бы знаю для меня это такая вещь зачем мне от мамы слышишь то она я вообще почему это тему поднял потому что я как бы говорил что можно если для тебя это уже существующая практика можно с нее начать мам я тебя люблю перед разговором да очень хотел бы поговорить что ты меня поняла правильно там в конце не знаю обняться ну будет вот как-то так почему я красочки на привел пример потому что он как я взял позвонил матери и сказал мам я тебя люблю ну типа вот ему захотелось то хотя это было возможно сложно потому что я когда сам первый раз это сказал для пиздец меня колбасила и у него мать спросила макс что случилось ну то есть сынок она испугалась я думаю у меня мама так далеки насколько люди вот не привыкли выражать чувства это не хорошо и неплохо это есть определенные данные вот и я бы начал с ней разговор то есть пригласим рестик начни разговор как-то так вот и скажем а мне больше хотелось там твоей поддержки ну и уже там как тебе хотелось бы чтобы она выражалась просто объясни не надо требовать надо обвинять вот и все я думаю что потому что если это вот тиграновскую речь продолжаю относиться к вопросу более приземленно можно думать про программу роду про какую-то еще хуйню да это все есть но допустим представь что у тебя есть там не знаю 50 каких-то вопросов в том числе в отношениях с отцом с мамой самим собой с девушками там с друзьями бла с деньгами бла 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 который нужно закрыть как бы и когда ты думаешь что программу рода это типа ты не знаю что ты делаешь как мифический ритуал и все вопросы раз таки сразу повернулись тебе лицо нет ты берешь и закрываешь то есть даже знаешь вот я тебе рекомендую как за не то что забыть про вот эти все вещи и серии программу рода просто отслеживай где тебя не устраивает что-то в своем поведении в отношении к чему-то в каких-то страхах в каких-то рамках пытайся понять да откуда они пленда у меня папа также там говорил всю жизнь или мама так думала и это не надо ничего никого винить и что просто это создаешь гашбрина кей я теперь благодарен им за то что у меня есть такой анти пример ну как бы то что же пример вот там видит а маминого отношения папину спасибо я так делать точно больше не буду я постараюсь научиться носиться к этой проблеме по другому или к этому вопросу понимаешь а к вопросу вот есть вопрос типа мама не поддерживает поговорить нет денег устройство на работу а можно сидеть да там и думать наверное потому что у меня там энергия рода не течет потому что с папой нет контакта поэтому нет денег да может быть но если ты просто пойдешь и сменишь работу я думаю что этот вопрос равно задвигается понимаешь а я уже сменил кстати вот как раз таки после этого сейчас все тренинг код твой прохожу он мотивирует как раз таки в таких вещах но вот в этом только хотел именно у тебя спросить вот как раз в эфир попался спасибо большое я поигран добавить хотел что-то вот у меня просто уже год как мама не да он и вот рассказываешь я вот сидел все слушал и ну как бы на себя это примерял но говорить она тебе так может по разным причинам одна из причин может быть что но я не знаю как они разошлись твоим отцом и так далее но на него очень злая там и так далее но и где-то не сдерживает свои эмоции но все-таки ты его сын да как бы ее сын но и его сына вот где-то она какая-то обида может быть вот так она не желая плохого понимаешь как ну бывает что люди в каких-то моментах не сдерживают своих эмоций выскальзывает об этом она потом может жалеет но ей как бы стыдно уже сказать тебе ну там возможно люди все разные я допустим на твоем месте почему я спросил про то что ты в них уверен 99 процента до идеи неважно что они там сказали ключевой момент как какой когда есть человек какой-то посторонний те что-то сказал ты с ним все больше не общаешься понимаешь смысл но с мамой же так не получится понимаешь я должен себя да возможно все все мы люди и она тоже человек она может ошибаться в жизни она может сказать что-то неправильное ты же не все правильно в жизни говоришь или все что-то делаешь правильно а когда мы слышим это мы не допустим не даем шанс что человек может ошибиться главное что мы должны знать что она очень наш не очень тебя любит и ценит понимаешь как даже она ошибается но она имеет на это право я сейчас твоим языком скажу вот этим мифическим да типа там про программу рода когда ты начнешь это признавать понимать и прям реально принимать что да такое может быть что мама это сказала там не со зла ну то есть больше как бы туда снисходительности то вот эта энергия любви там это не совсем может быть наш формат но мне есть там про это тоже фига чем как она потечет намного сильнее да как бы когда она течет и с деньгами и в жизни везде везде лучше начинает получаться понимаешь ты смотрел фильм бойлер нет посмотри там короче есть эпизод когда ну отец такой жесткий и сын такой интересный персонаж там раздолбай но ум и они когда разговаривали когда-то по душам у них такой был разговор и сын как я на тебя короче всю жизнь обиженный типа хожу потому что помнишь когда я тогда упал с велика что-то типа там сильно наебнулся просто там что-то сломался ногу и лежал на асфальте ты подошел и ударил мне по щечину короче он такой отец ну то есть у них был такой момент такой разговор очень тяжелый отец такой говорит блин я тогда очень сильно испугался то есть прикинул нелогично да ты падаешь с велика тебе больно у него реакция нога и к тебе подходит батя и вместо того чтобы тебя поднять почему-то ну для меня самого странно да почему-то прям берет и в ебуете по щечину потом ну чё-то он там поднял но как выяснилось через много лет прикинь батя сказал блин я очень испугался короче это просто были так получилось эмоции так вот типа что блять вот ну вот вот прикинь такое бывает это к вопросу о том что когда тигран говорит про мамины слова возможно что да это просто опять же способ донесения ее какие-то личные страхи может быть ее мама или ее папа всегда говорили ей вместо того чтобы дать ей больше любви и поддержки говорили ей там типа ты ничего не добьешься там и она из-за этого короче прям неизвестно никому она может быть допустим боится вдруг у тебя не получится и ты потеряешь даже то что у тебя сейчас есть уже лучше пусть будет вот это тем у тебя не будет ничего понимаешь для нее важную разные ситуации бывают что в этот момент в головах у родителей мне вот когда-то в детстве там и вот станешь сам отцом вот тогда поймешь это меня еще отец не говорил когда-то вот когда станешь говорит сам отцом вот тогда ты только меня поймешь вот я действительно только после понял что он когда уже по отношению к своим детям я примерно так же стал как он ко мне и я понимал четко почему именно так сейчас тебе где-то может быть сложнее понять но главное имей свое мнение даже если тебе кто-то говорит что ты так не сможешь и так далее это всего лишь слова ты на деле сам для себя покажи что я не такой ну да человек не настолько сильно зависит понятно что хотелось бы поддержки да то есть но опять же эти игры что в твоем уже возрасте эту поддержку надо искать наверное все таки в других местах то есть ты уже родителям я вот поддержку давать вов вот ты сам говоришь с пониманием относиться к этим словам не то что тебе хотят навредить а просто они чего-то опасаются они за тебя боятся возможно они где-то ошибаются я вот перебью как раз таки у тебя слышал часто на ю тубе ты говоришь о том что помогаешь вот родителям ну это все хорошо я тоже стараюсь как бы со своей стороны но вот именно здесь тоже опять какое-то неприятие знаешь я например у меня мама любит рыбаковские вот эти кроссовки крутые она как бы работать не может себе позволить у нас город небольшой я как бы такое говорю давай мам приезжай магазин выбирай любые вообще я тебе подарю все дела но она сказала нет она даже не приехала и потом как бы не общались даже несколько дней но ты на нее обиделся поэтому не общались я с ней не обсуждал после этого как бы этот разговор смотри опять же это могло произойти по огромному количеству причин от того что может быть она женщина которая не научит то есть для женщины вообще и женской энергии очень важно уметь принимать от мужчины что-то я знаю многих женщин которые когда им пытаешься мужчина ну даже не то что сын там или кто то есть вот парень что-то пытается ей там купить или подарить а это понимаешь это обмен энергиями то есть он это делает искренне для нее потому что он для этого эти бабки зарабатывал чтобы ей отдать и вот в этом месяц женщина ему говорит блин уау супер блин как круто чувак то есть мы ты меня так обрадовал он этой энергией вот ее реакции питается идет еще больше зарабатывает такой круговорот энергии понимаешь и есть многие женщины которые даже от своего мужа или любимого не умеют и не могут принимать подарки у них есть какие-то свои психологические причины почему может быть там блять она считает себя недостой может ей неудобно то есть опять же как мы не знаем какой там был мотив это я к тому что не надо воспринимать это так что типа ей похуй там на твои подарки во вторых возможно это не так должно было преподнестись на мой взгляд не то что по телефону вам давай приезжай может она вообще короче настолько охуела от того что ее сын для нее это готов сделать что может она там сидела не знаю у нее слезы градом или текли от просто от того что блин она там гордилась с тобой и она подумала что если я приеду в магазин я просто говорю что может быть куча версий понимаешь а ты об этом не знаю я приеду в магазин да типа я там разревусь нахуй мне это надо понимаешь как может быть поэтому я бы наверное там как-то это преподнес там в живую я бы сказал мама там когда встретился очень хочу что-то подарить там давай мы там съездим и как-то вот типа или давай погуляем там типа по торговому центру может быть тип вопрос донесений либо в том что совершенно не факт что она не захотела принимать это от тебя потому что ей там типа ну как бы все равно и так далее может быть куча причин понимаешь да значит на разогреть и поработать тоже слишком чувствительно реагируешь на какие-то моменты которые тебя обижают как ты думаешь но это вот именно связано именно с родителями чувак я сейчас не хочу давать диагнозов то есть но на лицо там допустим абсолютно распространенная ситуация где есть дисфункциональная семья где есть как бы неполная семья да там папа ушел по каким-то причинам мама там такая да то есть возможно у твоей мамы куча я сейчас к чему это говорю что у девяносто девяти процентов семей как говорится все счастливые семьи счастлива одинаково все несчастные счастливы по-своему есть какие-то тараканы обиды ссоры скандалы какие-то своих истории скелеты в шкафу и так далее понимаешь и как бы скорее всего твоя проблема в том что просто я чувствую себя не знаю кем угодно только не шамшурина хотя этот формат мне знаком то есть ты человек которому просто не хватает любви в жизни да как хочешь так и понимать к себе от родителей к тебе от тебя к родителям не знаю там потому что ты не научился этой любви потому что когда есть между родителями любовь то есть опять же там есть тонкости потому что можно человек там зацеловать залюбить ты наш хорош и он вырастет каким нарциссом и уебаным понимаешь там тоже есть тонкая грань где-то они должны быть жесткими где-то они должны объяснять почему так нельзя или можно где-то они должны те слова поддержки так не вышло но чтобы ты понимал это не значит что ты сейчас должен ходить и гулять какой обед несчастный любовь любовь то есть да вот такая семья мама несчастлива скорее всего потому что ну вот не сложились там отношения с папой она переживает за тебя у каждого там куча своих каких-то тараканов которые они тянут от своих родителей к моих родителей от своих вот эти все программы рода но на тебя выпала ответственная священная миссия начать это менять возможно что это будет не вот так возможно что это будет не через год возможно что это будет блять вообще не знаю до конца жизни ты будешь где-то скрипя сердце что делать но как бы отнесись к этому так я тот человек который будет вот в этой семье в этом роду не передавать эту горячую картошку дальше будет здесь с ней разбираться будь на нее пытаться ее остудить помните твой слава стрелять тренинг что ты пытаешься сделать сторону мамы очень круто то что ты там пытаешься с папой встретиться поговорить очень круто да то есть не факт что он прям то есть бывает такое что я вот знаю ситуация папа алкаш ну просто сука блять 80 левого которому ты приходишь короче он вместо того чтобы сказать сын как дела там спасибо что пришел рад видеть он начинает например жаловаться и говорить как будто бы не хватает денег на еду и так далее хотя взял и съебался из семьи там не знаю 20 назад прикинь как ты этого человека надо простить и принять я к тому что не факт что это будет вот так но допустим просто чтобы тебе сейчас не расписать скажите я человек который будет тигран вот у него там немножко другое он в это как бы любовь он заменять словом уважение то есть у него своя история у меня такая она более воздушная там знаешь я тебе свое мнение скажу а тигранте свое то есть начни как бы рожать эту любовь в себе не умеешь не знаешь как пробуй пытайся там вы наладить отношения с родителями со своей мамой своим папой с самим собой какие-то там с друзьями с девушками то есть это целый процесс понимаешь но самое главное было бы гораздо хуже если все это тебя не парило сейчас если бы мама сказала ты мудак неудачник сказал то пошла ты типа все в жопу там уехала не общаешься папа такой то все понимаешь это самый плохой был потому что ты потом бы блять жил не разгребая это говно нашел бы себе женщину такую же со своими заебами выбородили такого же ребенка через там 10 лет разосрались и расстались вот она картошечкой покатилась понимаешь а сейчас сам факт что ты где-то переживаешь осознаешь эти где-то грустно это блять нихуя нелегко и невесело ты скажешь но это хорошо потому что на тебе висит ответственная миссия чувак поэтому вот вот те мое мнение ищи любовь вот как хочешь так и понимаете слова пытайся ее найти благодаря себе это часть почувствовать понимаешь отчасти благодаря тебе и задумался об этом вот именно и почему я кстати сейчас тебя перебью секунду еще вот про эту сумму там да да потому что блять когда у человека не хватает внутри любви в любом ее понимании как бы ты не посмотрел с какой страны к нему от родителей к нему от него к родителям там от блять это к самому себе не знаю ни одни сука деньги никогда тебя не порадуют ты получишь миллион долларов блять миллиард долларов и блять порадуешься точно так же месяц а потом будешь ходить сука ехать там на этом porsche каене каком с очень грустным ебалом и думать эх что-то мне невесело понимаешь это наоборот ты прям про меня это все и говоришь я понимаю о чем то потому что так как бы я так и есть я говорю я не могу порадоваться даже вот этим вещам не потому что там это не круто это круто я как бы логически это понятно все это дело но потому что там ну вам внутри все равно чувак самые классные в жизни вещи это не вещи но это же ежу понятно да потому что ты можешь блять намного в миллиард раз сильнее порадоваться если например там не знаю ты там подаришь маме кроссовки там она сможет их принять или просто сделаешь там как попадешь поговоришь с батей он тебя обнимет там скажет сынок там ты у меня молодец ты испытаешься миллиард раз больше удовольствие и она будет тянуться то есть это не такая история поэтому ничего удивительного про день чё скажете ну по поводу нелюбовь любовь тебе это как бы у тиграна своя история опять же все в этой жизни у нас познается только в сравнении почему у тебя вот эти обиды и так далее хотелось бы чтобы и папа был в семье знаешь и был вот таким вот таким потому что вот ты видишь у кого-то это так понимаешь а у тебя этого нет а за что мне это что я плохого сделал понимаешь как вот такие мысли как бы они естественно но каждый человек считает что он достоин большего ну исходя из того что вроде я никому ничего плохого не сделал стараюсь там пытаюсь и так далее но есть суровая реальность который у тебя есть вот как вот и до этого сказал на тебя есть очень ответственная миссия выпала это первое как минимум хотя бы маму сделать более счастливой ну так сложилось теперь жизнь такая она никого не щадит да кто попал под мясорубку тот попал огромная радость я думаю нет жизни нет попробуй ты это сделать и самое главное своим детям дальше передай своей семье постарайся чтобы она это была и жена твоя будущее такая чтобы семья у вас была крепкой чтобы своим детям показать вот так вот можно как ты хотел бы сейчас хотел бы детстве хотел бы когда ты хотел бы покажи им на своем личном примере как должно быть своим отношением понимаешь как это будет очень хорош как ты употребляешь слово мотивация вот тебе мотивация это мотивация мужик она в миллиард раз более сильная чем там какая-то очередная сумма денег я тигр у меня очень много знакомых которые не просто так что там cayenne смесь у меня такой человек в питере который там себе купил там за 7 миллионов cayenne и через месяц заезжая на нем за мной я говорю о прикольный таз говорю ну так я-то его редко вижу допустим он для я это слышу только от людей которые ко мне садятся я просто еду блять у меня такой же грустный ебальник я говорю ну то есть я правильно понимаю что ничего не поменялось это вообще ничего не поменялось поэтому чел смотри а насчет этой миссии я тебя и огорчу и обрадую то есть обрадую то что как бы если бог там ну не знаю во что ты веришь кришна будда аллах энергия вселенная космос посылает те какие-то такие вещи в виде таких вот миссий что надо поменять ход событий то есть это вот так звучит пафосно и эпично вообще просто ход родовых событий коли уж ты говоришь про программу рода то есть как бы что не весело да что это будет из детска ну как бы нелегко это вообще не праздник потому что гораздо проще если ты был я это называю синдром козленочка если ты был дебилом короче думал что у тебя все в порядке то есть ну и чё это там родители вина все всех этих жопу там я с этими не хочу общаться просто вот такое понимаешь и ходил бы не пытался это решить зато возможно ты бы себя легче чувствовал то есть в чем минус то что это ноша такая она нифига не легкая в чем плюс то что бля зато у тебя есть шанс реально начать как-то испытывать это чувство любви получать его рожать его ощущать его и она будет по чуть-чуть по крупицам это вообще не за год даже не за два возможно пусть она будет все больше появляться в твоей жизни то есть это значит что ты можешь поменять что-то в своей семье и за это надо быть благодарным потому что блин знаю хотим или выбери такое типа попробуй об этом забыть просто к сожалению вот еще плохая но нет забыть точно я не смогу я просто не получится мужик то есть если ты однажды об этом задумался но не получится включить режим дебила как бы ходить слава богу может быть да то есть как бы это мета минус что не получится хотя иногда будут наверное состояние такие приходить ну будет грустно это же жизнь всем бывает грустно когда ты будешь думать дать лучше бы наверное я был дебилом как бы ничего этого не знал но это быстро будет проходить и ты будешь нет я молодец потому что так что мужик больше теплоты туда к родителям больше понимания начни с этого потому что это в принципе самый первоисточник любви потому что ну как бы ты из семьи же вышел как говорится ну понял принял спасибо большое будем рады тебя видеть мужик да кстати да на будущее встретимся конечно встретимся куда ты будешь что ты думаешь 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 что Продолжение следует...